всем добрый день надеюсь меня видно слышно пожалуйста поставьте плюсик в чате что все нормально что нет технических заминок а вижу все есть у меня просто два монитора если вы вдруг увидите что я куда-то отворачиваюсь я смотрю просто в соседний экран они от вас так вот раз все слышно все видно давайте начнем сегодняшнюю нашу историю я сейчас перейду в режим демонстрации экрана у вас должно появиться черное окошко на нем будет зеленая кнопочка включить нажать play грубо говоря получилось увидите как я мышкой шевелю нормально все отлично давайте тогда начнем меня зовут андрей плаксин я занимаюсь компьютерной графикой в частности 3d максом занимаясь архитектурной визуализации и помимо всего этого я увлекаюсь египтологии не так давно я работаю в компании архитект дизайна это поставщик лицензионного программного обеспечения которое и организовала сегодня наш первый вебинар первый вебинар я хочу немножечко рассказать о себе кто и чем занимаюсь египтологии небольшой экскурс будет плюс некоторые технические моменты того как я делал проект но давайте обо всем по порядку для начала хочу вам рассказать историю как я вообще попала в 3d это был июля 2000 2000 года я познакомился с программой 3d макс еще версии 3 тогда она была очень простая такая примитивненькая не очень много всяких разных кнопочек но тоже доставляли некие трудности потому что я в тот момент еще английский практически не знал методом тыка все изучал но все таки что-то изучал что-то даже получалось изучайте начал на пирамидках 3d макс пытался делать какие-то египетские тематические изображения сначала просто пирамидки с пустыней потом какие-то гробницы и дальше по нарастающей я родился вырос бешкеке и египтология там и в наше то время не очень развита а после развала советского союза так вообще не до этого был ну волей судьбы получилось так что я стал заниматься архитектурной визуализацией я очень долго сотрудничаю с компанией circus delight и вот несколько проектов этой студии исключение только вот эта картинка экстерьер это учебный такой экстерьерный проект я в основном делал интерьеры вот это касательно моей профессиональной деятельности чем я занимаюсь помимо этого я являюсь членом группы эксперт лид автодеск в этой группе различные эксперты со всего мира собираются делятся какими-то своими знаниями навыками опытом даже какие-то совет рекомендации компания автодеск дают по разработке программных продуктов в 2012 году опять же я увлекаюсь патологии уже очень давно но профессионально как бы не занимаюсь этим так вот 2012 году я решил попробовать сделать что-нибудь на египетской тематике но уже более серьезно и по-взрослому как называется и в принципе как мне кажется удалось в принципе неплохо получилась картинка и когда автодеск университи в россии проходил первый в двенадцатом году я решил попробовать рассказать о новинках программа 3d max как раз на примере этого проекта и вы знаете она хорошо зашло и я понял что эту тему египетскую и изучение 3d max на этой египетской теме стоит продолжать как когда-то в 2000 году и начал теперь хочу вам показать небольшой деморолик из проекта что я делаю и это небольшое предупреждение о том что я не профессионал что что мне помогали мои друзья тоже непрофессионалы в гиптологии и это наш совместный труд как бы строго не судить его проект до сих пор еще в стадии разработки но вот то что на сегодняшний день есть есть а 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 и а а а маленький момент у многих у вина все слышноlane у сколько у кого в татартом проблемы как А меня нормально? Видно, слышно? Там плюсик кто-нибудь нажмите. Да, все, супер, спасибо. Потому что как бы не вижу, так не слышу аудиторию, непривычно вебинары проводить, но хотя бы так вот в чатик иногда все-таки отвлекаюсь. Ну хорошо, поехали дальше. Сейчас маленький экскурс в египтологии, прям очень маленький. Гробница Нефертария. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся гробниц в Египте. Ее обнаружили в 1904 году итальянские археологи, миссия, эрнестовские аппарели. В общем, гробница была обнаружена вот в таком состоянии. Она была хорошо потрепана и временем, и даже немного вандализмом, но это считается одним из лучших сохранившимся памятников архитектуры Древнего Египта. Вот несколько фотографий ближе к нашим дням. Очень хорошая фотосъемка была сделана в 60-х годах. Просто для общего понимания того, как эта гробница выглядит сейчас. Немножечко вам расскажу о том, как строили гробницы. Это тоже важная информация. Это изображение тоже из гробницы Нефертария. Сейчас мы посмотрим не от входа, а от работ. Сначала высекается скала, затем наносится штукатурка, по штукатурке рисуются все изображения, затем они делаются рельефными скульпторами и раскрашиваются. Почему это важно? Именно то, что я вам сейчас рассказал. Известняк, там где височина гробница, очень некачественный. Он содержит очень много соли. А соль при взаимодействии с влагой начинает разрастаться, ее кристаллы, и они начинают отторгать штукатурный слой. Вот тоже хороший интересный пример. Так вот, гробница была очень долгое время закрыта для посещений, и в 80-х годах Институт консервации Гетти принял решение о том, что нужно спасать архитектурный памятник, один из величайших в древнем мире. Вот несколько фотографий из хроники. И вот что получилось. Фотография того, как обнаружили гробницу, и фотография так, как она выглядит сейчас после того, как ее запечатали Гетти Консервейшн Институт. Вот тоже важная информация. Почему? Потому что на момент обнаружения в 1904 году, вот фрагмент виден, гробница выглядела примерно вот так. Здесь какие-то еще фрагменты текстов даже были видны, какие-то отдельные части изображений. Но со временем оно осыпалось и становилось все хуже. Если посмотреть, что осыпалось менее чем за 100 лет, то вы понимаете, как быстро утрачивается этот памятник, как мы его быстро теряем. Но благодаря технологиям, знаниям текстов, канонов, можно восстановить, в принципе, практически все. И последняя, завершающая такая часть по египтологии о том, как восстанавливались тексты и изображения. А потом уже перейду к технической части. Она немножко такая будет, более сложная, но интересная. Итак, фотография из архивных снимков. Современная фотография. Если посмотреть вот на эту стену наверх, это фрагмент книги мертвых. Я думаю, слышали такое понятие, египетская книга мертвых. Так вот, это 17 глава с изображениями, текстами и так далее. Вот как понять, какое было изображение здесь, допустим, или здесь? Особенно вот эти тексты. Ну, относительно легко и просто. Моя однокурсница Оля Ермакова, кто помогал мне с текстами, особенно на первых порах, она мне вот такую штуку прислала. Практически все тексты восстановила. Я сначала долго удивлялся, как, откуда она взяла эту информацию. Ведь очень много было осыпано. Она поделилась со мной своим секретом. Это всего лишь книга мертвых и каноничные тексты и изображения. Если посмотреть, опять же, крабницу Нефертария, три стены просто на одном изображении, размещенные, ссыкованные, и на папирустане, то можно увидеть все те же самые мотивы. Практически те же самые изображения и тексты. Если переводить и сопоставлять тексты, то их можно восстановить на 95, а то и 99%. Почему не на 100? Ну, потому что были все-таки некоторые особенности и сложности. Сейчас покажу вам маленький пример. Вот, один иероглиф мы с Олей разобрать не можем, что там было. Египетское письмо, оно очень еще такое интересное и заковыристое. Можно писать одно и то же слово разными способами. И вот тут на Соле была целая демагогия о том, что здесь может быть. Ну, это просто как пример того, что мы делаем все по-настоящему, а не просто так, как в голову взбредет. Мы проводим в ней прям действительно научные изыскания. Нам помогает еще Максим Панов, один из лучших лингвистов по древнеегипетскому языку России. И сейчас вам хочу рассказать про две мои гордости, что мне действительно было приятно за весь этот проект. Я начал восстанавливать гробницу еще в 2015 году, со 2 июня 2015 года. Проект был просто так, как увлечение, некоммерческий. Понемножку я его расширял, улучшал. Об этом технические моменты, когда я начну рассказывать, вы увидите интересные штуки. Одну из функций я вчера только применил к проекту, я вам сегодня ее тоже покажу. Для меня это большое открытие и плюс кармик, как говорится, в качестве самого проекта. Так вот, National Geographic, они экспонировали выставку «Царица Нила» в марте, начали в марте 2019 года. И они вышли на меня, нашли мою 3D-модель на Sketchfab, о ней я тоже ближе к концу расскажу. Они ее увидели и попросили ее использовать в рамках выставки. Ну, после некоторых переговоров мы договорились. И, в общем, проект был продемонстрирован на вот таком полукруглом экране высотой 3-3,5 метра и в стереорежиме. В общем, было полнейшее погружение в восстановленную гробницу. Спасибо большое National Geographic, Кэтрин и Фредерик. Кэтрин – директор National Geographic Museum, а Фредерик – он куратор всей этой выставки. Это вот первая моя большая гордость, которую, как бы, проект мне принес вот такую вот интересную штуку, такой опыт. Вторая моя гордость и тот вот прям такой вау-эффект был, когда я рассказывал про историю проекта «Гробницы Инфертарии» на самом большом в мире купольном экране. Это планетарий в Санкт-Петербурге, планетарий номер один. Он транслировался, ну, проект, ролик транслировался на огромном 37-метровом куполе в 360 градусов. Это было очень круто. И просто для масштаба маленький фрагмент моего доклада, но видно, насколько он маленький по сравнению со мной. Вот. В общем, это моя такая вот гордость. Ну, а теперь перейдем непосредственно к технической составляющей и тому, как же это все делалось. Во-первых, я хочу рассказать немного о данных. Это гигабайты данных на сегодняшний день. Слайд старенький, я несколько сотен фотографий сюда не добавил. На сегодняшний день уже более 4500 фотографий из «Гробницы Инфертарии». Когда я начинал проект, фотографий практически не было в интернете, потому что гробница была закрыта для посещений. И ее открыли вновь лишь два года назад. А я начинал проект пять лет назад. И любые фотографии в то время были для меня на вес золота. Я просто судорожно искал фотографии, скачивал их, естественно, анализировал, какие у меня есть, каких нет. Очень много было непонятно, куда какую фотографию применить, к какой стене вообще, где взять чертежи и так далее. Но со временем все понемножечку развивалось, совершенствовалось, объем информации увеличивался. Фотографии более качественно начал находить. И, в общем, 3D-модель, первый ее вариант выглядел вот так. Так, я посмотрел, как и где, какие картинки должны быть на самой гробнице на сайте Osiris.net. Очень хороший ресурс по египтологии. Я взял просто у них, подсмотрел, сделал такую болванку, разместил в плохом качестве фотки. У них действительно в очень плохом качестве были все изображения. Но со временем я даже нашел уже ошибки, когда я все больше и больше встречал гробницу. Я действительно нашел очень много ошибок в их 3D-модели. После того, как я нанес какую-то первую такую шаблонную текстурную карту по всем стенам, я начал добавлять какие-то объекты просто для антуража. Какие-то объекты были полностью восстановлены по находке из гробницы. Все-таки некоторые разбитые, поломанные объекты, но были найдены. А некоторые объекты, например, как вот эти лампадки и держатели, их из других гробниц той же самой эпохи. Это вот просто дополнительный такой слайд уже со второй моделью. Я переделывал модель после того, как нашел более точные чертежи. Но так, немного забегая в другую сторону, я уже третий раз переделываю саму 3D-модель, потому что у меня наконец-то появились точные чертежи с точностью до сантиметра. Вот эти чертежи я делал по картинке в масштабе. Так что она была не совсем точной. После того, как модель, в принципе, уже была сделана и расставлены по ней объекты, можно начинать делать визуализацию. Ну, визуализация – это процесс перехода 3D, картинки 3D-объектов в плоскую, но уже со всеми тенюшками, эффектами и так далее. Вот в красивый вид, так скажем. Для этого я использовал корону рендер. Действительно потрясающая штука. О ней я сегодня тоже еще буду рассказывать на технической части гораздо больше. У меня такое предложение. Я хочу сейчас просто пройтись по большинству слайдов теоретически, а потом уже перейти, так скажем, в практическую часть непосредственно в 3D-максе и просто кое-что повториться и показать, как говорится, на живую для того, чтобы уместиться в наш лимит времени в 45 минут, потому что уже 17 минут, в принципе, прошло-то. Итак, коронная рендера, в чем ее преимущество? Раньше любой рендеринг нужно было настраивать чуть ли не до каждого лучика, до каждого параметра, особенно если вы хотите оптимизировать время рендеринга. Сейчас же современные технологии рендеринга позволяют ограничить качество двумя путями. Это поставить таймер, сколько будет просчитываться у вас картинка, там, часы, минуты, секунды, либо лимит проходов. Ну, чем больше проходов, тем качественная картинка, либо чем дольше времени, тем тоже качественная картинка. Это просто два метода подхода к одному и тому же результату. Для анимации я использую качество проходов по лимитам, а для статичных картинок я просто ограничиваю время рендеринга, и я точно знаю, через сколько картинка у меня будет готова. Это тоже такой немаловажный момент преимущества коронной рендера над большинством других рендеров. Итак, как же все эти картинки рисовались? Вот я накачал кучу картинок с интернета, а на них видны утраченный фрагмент. Так вот, Леша Панов – это однофамилец с Максимом Пановым. Максим Панов – это лингвист, а Леша Панов – это художник. Ну, художество – это его хобби. Он на первых порах мне помогал с реконструкцией стеночек. Потом он меня научил работать в фотошопе. Раньше я практически не умел в фотошопе работать. Мог лишь подправить цвет, размер картинки. Ну, так, знаете, очень примитивную работу мог делать. А ретушь для меня это казалось чем-то заоблачным. Но вот благодаря усидчивости и настойчивости и целью сделать все-таки гробницу Нефертали интересной, красивой, я начал осваивать азы фотошопа и начал реконструировать картиночки. Так вот, после реконструкции картиночек нужно было собрать их все в одно целое. Это пример одного из столбов, его четыре стороны. Я вам говорил, что я использовал как болванку сайт Asiris.net. Вот у них вот такие картинки были, вот такого качества. Естественно, они не удовлетворяют моих потребностей и требований. Поэтому я находил в интернете в свободном доступе дополнительные какие-то картинки, сводил их в одну общую, ретушировал и приводил в порядок. Вот отдельные фрагменты и этапы. И на выходе получалась вот такая текстура. Помимо этого я обязательно сохранял вот такие штуки. Я их назвал маскообрушений. Так, немножко жаргонно и в кавычках. Я ее специально сохранил для того, чтобы можно было определить, какие фрагменты гробницы были восстановлены, а какие до сих пор можно увидеть в реальной гробнице. Это тоже важная и полезная информация, которая пригодится. И об этом я упомяну тоже немножечко позже. Так вот, если полностью восстановить гробницу, она могла бы выглядеть примерно вот так. Но это художественная реконструкция, имею в виду все предметы, все это уже мои фантазии, что как могло быть светильники. Естественно, они тоже поставлены сюда для картин, для того, чтобы хоть какой-то свет был. Но это вот такая художественная реконструкция. А если применить маски, вот, например, развертка трех стен, полностью восстановленных, применить вот эту черно-белую маску, то, что обрушилось. Вот, например, видите, вот это белое, то, что стало, это все утрачено. То, что цветное, это все сохраненное. И применить уже к рендеру, ну и плюс поменять сетиночки, то можно увидеть гробницу, какая она сейчас, в современном состоянии. И опять же, возвращаясь к шаблонам и текстурам. Собирал все по крупицам. Здесь видно, что одна какая-то текстурка, картинка вторая какая-то, третья, четвертая и так далее. Все это сводилось, вырисовывалось, дорисовывалось, заново вырисовывалось и доводилось до вот такого, ну не идеального на 5 с плюсом качества, но на 4 с плюсом я как бы могу сказать, что да, я эту работу сам оцениваю на 4 с плюсом. Но есть еще к чему стремиться и стремление идет дальше. Из недавних технологий. В прошлом году я наткнулся на такой бесплатный программку Materialize, которая позволяет из обычной картинки сделать дополнительные отдельно каналы для карт нормала мэппинга, высоты, дисплейсмента и так далее. Но я сейчас сильно много грузить техническими терминами не буду, просто лишь покажу, что из обычной плоской картинки можно сделать иллюзии вот таких вот объемных фрагментов. Гробница Нефертари, она вся вот примерно такая, там есть рельеф. Там не просто картинки, которые были на стене нарисованы, а именно сначала делали рельеф, а потом его уже раскрашивали. Ну, вот они все текстуры на одном слайде, тоже один из примеров. И теперь самое сложное, самое страшное. Но это для тех, кто не занимается 3D Max, а так, для тех, кто занимается 3D Max, все бы довольно-таки просто. Для технических специалистов, если есть такие, я сейчас буквально вкратце расскажу, к каким технологиям я здесь прибегал и как они мне помогали. Как я уже говорил, я сделал два варианта. Гробницу, в каком виде она сейчас, в 21 веке, и такой, какая она была, ну, могла бы быть тогда при ее строительстве, 3,5 тысячи лет назад. Для этого я использовал два материала. Один для диффузного цвета, второй просто камень. Сам камень, он, вот он, один материал. Он применяется к разным стенам. Вот эти каждые штучки, это отдельные стеночки, отдельные текстурки на отдельных стенках. И видите, у них есть ответвление. Одна стена, вот он, фрагмент. Потом вот фрагмент другой стены, вот фрагмент, там, третьей стены. Но все они имеют нечто общее. Это структуру, структуру камня. Вот она применяется ко всем. Если я захочу поменять камень, то я только в одном, вот в этом материале, меняю какие-то параметры, и они автоматически поменяются во всех. Еще одна интересная штука. Кстати, это вот сам камень, а вот все остальные эти штуки отдельные. Еще одна интересная вещь, как связывание параметров. Вот, думаю, для технических специалистов будет полезная информация о том, что любую текстуру можно сделать взаимосвязанной между собой по различным контроллерам. Вот, например, размер, высоту и ширину одной текстуры я могу связать с размером другой. И получается, при изменении одной текстуры размер второй поменяется автоматически, просто применив контроллер. И вот, например, меняя параметры у одного автоматически меняются второго. Тоже очень полезная штука, если вы применяете несколько разных текстур к одному материалу, и вы еще не уверены, какого будет размера эта текстура. Чтобы постоянно одни и те же цифры вам не перебивать, вы можете просто взять их и связать между собой. У меня очень много таких вещей было, связанных текстур, и очень часто приходилось перебивать, и я потом в один прекрасный момент вспомнил, что есть такая прекрасная функция. Еще одна интересная вещь в короне рендер – это переключение между типами текстурных карт либо материалов. Вы видели, есть современное состояние гробницы, есть такое пошарпанное. Так вот, можно задать на текстуру маски корону сэлекшн и установить на него пореканную текстуру, допустим, и восстановленную, так скажем, и уже между ними переключаться. Это очень хорошо и полезно для проектов, в которых вам нужно показать вариативность цветов и материалов. Это есть и для текстурных карт, и для самих материалов. Но в этой работе я прибег еще к другой хитрости. Я использовал карту Noise Mix для того, чтобы анимировать переход от одного состояния к другому. Тоже очень полезная, интересная штука. И дальше на ролике вы увидите, как это работает. Вот зашарпанная стена и зашаренность немножко потихонечку уплывает и исчезает. Вот для таких эффектов можно было использовать эту самую масочку. Так вот, для того, чтобы задать вот такое интересное освещение, например, как на этом видео, я прибегнул к некоторым хитростям. Видите, мерцание свечек плюс шелухание самих свечек и теней. Все это создает некую атмосферность. Опять же, прибегая к контроллерам, можно задать эти самые эффекты. Я анимировал только лишь маленький фрагмент одной свечки, а затем через параметры диапазонов просто их продлил на параметр Relative Repeat. А анимировал я два таких параметра, как интенсивность источника света и также цветовую температуру просто двумя контроллерами шум и линейности. Шум для того, чтобы задать шум, но так как контроллер шума он очень непредсказуемый, чтобы его немножечко как-то утихомирить и взять под контроль, я добавил просто линейный контроллер и уже миксанул его на 50%. Тоже маленький такой лайфхак, как можно задать такие интересные штуки параметрически, а не устанавливая каждые отдельные ключевые кадры. Еще такой нюанс. Это реальные фотографии гробницы. Там белый цвет это белый, желтый желтый и так далее. Но для атмосферности я использовал теплые оттенки для того, чтобы передать такую атмосферу, так скажем, погружение в гробницу. Вот еще одна фотография реальной гробницы. Здесь не совсем видно рельефы, потому что очень неплохое освещение было и оно очень рассеянное. А как вы знаете, рельеф видно, когда источник жесткий. Ну и вот реконструкция. Итак, про технологии и эволюцию проекта. Вот так выглядела гробница например еще года два назад, когда я только ей занимался. Если обратить внимание на вот эту часть, вот я пометил ее. Вот сейчас обратите свой взор именно на этот фрагмент. Как с эволюцией и временем технологий эволюционировала эта работа, этот проект эволюционировал? Сначала я добавил карту рельефности. Вы уже видели Materialize программку, я ее отдельно показываю, которая сдает некие такие объемчики. Видите, здесь появились объемы уже. Вот такие гробницы они но видите, очень жесткие грани на углах. Добавляя несколько дополнительных различных модификаций и плюс в версии 3ds Max 2021 появилась дополнительная потрясающая функция, как сглаженные углы с сохранением разметки текстурных карт. Видите, углы сгладились. Теперь нет жесткого перехода. И теперь оно все выглядит так, как и должно быть в реальности. Гробница не имеет таких острых углов, как на слайде ранее. Если сравните все три картинки рядом. Вот так проект выглядел еще года два назад. Сейчас он в интернетах и на роликах выглядит вот так, но со вчерашнего дня уже можно переделывать и задавать еще больше реализма и больших реалистичных свойств. Все это делается буквально в нескольких модификаторах. О них я сейчас вам тоже расскажу. Вот чуть крупнее для того, чтобы наглядно было. Я не знаю, качество трансляции хорош или нет, оно там скорее всего пережимает видео. Для этого я сделал такие крупные фрагменты для того, чтобы вы могли увидеть разницу. Особенно здесь, видите, нет никаких рельефов, а вот тут они уже появляются все больше и четче. Итак, сама суть проекта. Для чего я использовал различные вот эти маски, для чего я использовал различные источники света и так далее. Вот это цифровая копия реальной гробницы такой, какая она сейчас в нашем 21 веке. Видно все вот эти обшорпанности, обрушения, утраченности и так далее. Вот это научная реконструкция. То, что возможно было восстановить, восстановлено, то, что невозможно было восстановить, оно не восстановлено. Я имею в виду освещение и какие-то предметы, плюс кое-где какие-то тексты там в других помещениях. А вот это уже художественная реконструкция. Вот опять же с небольшой анимацией, переходом и так далее. Художественная реконструкция, она нужна для непрофессиональных египтологов, а для обычных людей, которые хотят просто немножко посмотреть, как выглядел древний египет, каким могла быть гробница, какое могло быть ее наполнение предметов и так далее. Просто передать некую атмосферу. Итак, что же ждет нас в будущем? Ну, в принципе, будущее, оно уже сейчас, оно уже настало. Я уже упоминал ресурс Sketchfab. На нем можно открыть уже сейчас модель в 3D. И если у вас есть шлем виртуальной реальности, то прям походить по гробнице полностью в виртуальной реальности. Если нет, то можно просто на экране монитора покрутить трехмерную модель. Кстати говоря, вот эту трехмерную модель я делал с технологией запекания текстур. Есть такая штука страшное название. Она позволяет сделать все текстуры уже с рассчитанными на них источниками света. Но единственное, что-то не поддержит никакой анимации. Так вот, версии 3D Max 2021 в компании Autodesk совершенствовала технологию. И о ней я буду рассказывать 29, по-моему, 29 апреля на вебинаре новинки 2021 Max. Это тоже только маленькие экскурсы на будущий доклад. технические тоже большая гордость о том, что очень много упоминаний проекта было. National Geographic, Nelsen Atkins музей, плюс радиомаяк. И что очень радует Aria Autodesk. Это англоязычный ресурс по компьютерной графике от Autodesk. Они тоже на меня вышли и большую техническую статью написали на английском языке. вдруг вам интересны какие-то детали по технической составляющей, они тоже описаны, но на английском. Ну и завершая теоретическую такую часть, хочу поблагодарить всех участников проекта. Вот они все здесь есть. Но поименно сейчас перечислять не буду. У нас времени мало, к сожалению. Все источники, как обязывает современный мир указывать их все. Вот они есть. И спасибо за интересы, ваше внимание, но к этому слайду мы перейдем позже. А сейчас немножко магии и того, как это работает в 3D Max. Вот это программа 3D Max. Я думаю, все технори, кто занимается трехмерной графикой, вас не удивил, а те, кто не занимается конкретно 3D Max, может для себя что-то новенькое, интересное узнаете, какие возможности и так далее. Ну вот я открыл проект и, например, CoronaRender, чем она нравится? У нее есть интерактивный рендеринг. Можно просто нажать кнопочку, сделать красиво, и она начинает процесс визуализации рендеринга. Ну здесь очень сложное освещение, поэтому это занимает некое время. Вот со временем качество картинки все лучше и лучше становится. Помните, я говорил, вы можете ограничить количеством проходов качества изображения либо временем. Если посмотреть статистику, то вот видно, что рендеринг идет уже 30 секунд и количество проходов уже 11-12 и так далее. Чем больше картинка, тем больше времени и для лучшего качества нужно вот этих самых проходов. Но сейчас мы не об этом. Сейчас я вам хочу показать другие опции и преимущества этой самой программки 3D Max и Corona Renderer. Так вот, я разбил все на несколько слоев, в которых я могу быстро переключиться, например, между восстановленной гробницей и той, какая она сейчас. Для этого я просто сделал такую штуку. Я поместил в отдельные слои отдельные источники света. Например, все вот это погребальное утвари можно скрыть. источники света дайте скрыть и открыть, например, современные. И в пост обработке параметры реальной камеры можно сохранять и загружать. Для чего это нужно? Те, кто когда-то занимался фотографией не с телефона, а с реальной профессиональной камерой, я думаю, слышали, есть такие параметры, как ISO, выдержка, экспозиция и прочее. Все это имитирует виртуальная камера тоже. Так вот, для того, чтобы сфотографировать свет от свечи, нужны одни параметры, а для того, чтобы сфотографировать дневной свет, например, на улице, нужны совершенно другие. Но хорошо можно сохранить все это в виде отдельных пресетов. Ну вот я сохранил отдельно как пресет дневное освещение и плюс современные источники света. Вот сейчас пересвет должен был быть. Ну его нет. Окей. И опять, допустим, включу интерактивный рендеринг. А, прежде чем включу интерактивный рендеринг, я перейду в начало анимации. Помните, я вам рассказывал, я сделал параметры, чтобы плавно переходило от разрушенного к современному состоянию. так вот, у меня на ключевых кадрах в начале анимации разрушенное состояние, а в конце анимации уже восстановленное. Так вот, мне нужно сейчас современные источники света и обрушенное состояние гробницы. И вот опять, допустим, интерактивный рендеринг. Вот он, пошел просчет. Но, опять же, видите, углы они никак ничего не сглажены. Я это специально оставил для того, чтобы показать, как эволюционировал проект с течением времени. Сейчас я открою редактор материалов. Это вот те самые страшные связи, но на примере одного. Вот это материал конкретно этой стены. Это композитный материал, который берет как основу диффузную карту, то есть восстановленное изображение, и миксует ее с материалом камня. Вот они сами миксованные карты. Вот она текстура, которая делает как раз этот микс между двумя картами. Но сейчас я вам хочу показать, так, сохранение отменяем, как эволюционировал проект. Сначала добавились рельефы. заново нажму рендеринг. Видите, уже появились кое-какие части рельефов. Но не хватает каких-то дополнительных шероховатостей и сглаживаний. остановлю. И в новой версии Макса добавились эффекты сглаживания углов. Вот, например, если перейти в каркасный режим и вот, например, сейчас так гипертрофированно увеличить сглаженность, видите, сама картинка, она не плывет, а увеличивается ее сглаженность. И вот это очень большое и полезное нововведение 2021 Макса. Оставим по умолчанию значение. Затем я добавил дополнительное разбиение сетки. Это нужно для того, чтобы добавить еще несколько эффектов искажений. И потом их сгладил. И если все эти эффекты применить правильно, и опять же нажать рендеринг, то можно увидеть картинку куда более реалистичной. Но все эти эффекты, они, естественно, занимают дополнительное место в оперативной памяти и нужны дополнительные время памяти для того, чтобы рассчитать эффекты этих всех штук, имеется в виду рельефов, смещений и так далее. Ну и вот, если посмотреть на стены со всеми примененными эффектами, можно увидеть вот такую картинку. Еще что интересное, это фонарик, как я его прозвал. Можно увидеть гробницу такой, какой бы ее увидели с реальным освещением из, ну, с реальными цветами, без искажений. Это большое преимущество именно цифровой копии гробницы с реальной, потому что фонарик в реальную гробницу, ну, вам никто не разрешит пронести. Но, опять же, экспозицию немножко можно было подправить. вот. И благодаря этому фонарику можно увидеть все тени и шероховатости. Видите, сейчас очень сильные жесткие такие тени и шероховатости получились, потому что источник света очень близко к стене. А если его сделать параллельно камере, то все будет гладким и ровным. Это я специально вам показал сейчас и на этом примере, для того, чтобы вы понимали, все картинки египетских гробниц, которые вы видите в интернете, они кажутся плоскими. На самом деле, все это рельефное и объемное. Вот, например, если перейти в другую камеру. Сейчас обратите внимание на такую вещь. Смотрите, какие здесь шероховатости кривые получились. Потому что я сейчас в интерактивном режиме, а интерактивный режим, он не поддерживает генерацию дополнительной геометрии, если вы переходите от ракурса к ракурсу. Это делано для того, чтобы оптимизировать объем памяти во время рендера. Нужно выключить интерактивность и включить заново. Тогда будет все хорошо. Ну и вот такой интересный пример, как гробница выглядит при реальном освещении, что цвета они вот такие. это касательно некоторых интерактивов и некоторых трюков и триков, как я их называю, которые я использовал в этом проекте. К сожалению, за 45 минут рассказать о египтологии, о проблемах гробницы, о текстах, как они восстанавливаются, о 3D Max, все его функции, материалы, источники света и прочие штуки, это просто физически невозможно. Но сейчас был такой экскурс, хоть и голопом по Европам, но вы сейчас узнали возможности 3D Max, возможности рендеринга короны и вообще некий экскурс в помощь технологий в развитии, так скажем, сохранения памятников культурного наследия. Вы уже увидели, какая гробница была ее реконструкция 2 года назад, допустим, год назад и сейчас. Гораздо все более фотореалистично можно сделать. И это все за 5 лет, в принципе. Проект эволюционирует вместе с технологиями. Представляете, что будет еще через 5 лет? В общем, всем рекомендую изучать различные технологии современные, что-то пытаться делать свое, не обязательно рабочее. Вот то, что вам сегодня рассказывал, это мое хобби. Это не работа. Моя работа заключается в другом. Спасибо вам большое за внимание и ваш интерес. И, опять же, спасибо моей компании, которая организовала серию вебинаров «Архитект дизайн». И теперь, если у вас какие-то есть вопросы, пожелания, мнения, по по 3D графике, либо по приобретению лицензий, по изучению 3D Max, в общем, все, что угодно, в принципе, можете связаться со мной, либо с компанией «Архитект дизайн». А теперь, я надеюсь, вас не сильно утомил своим рассказом, не сильно запутал, но действительно, в очень сжатый промежуток времени уместите колоссальный объем информации. Следующий мой доклад будет, ну, не доклад вебинара, будет посвящен быстрой визуализации архитектурного проекта из программы Revit. Будет немножко про Revit и его взаимосвязь с 3D Max и про корону-рендеринг. 23 апреля, 16.00. Надеюсь, вас не утомил еще раз и надеюсь, все-таки вы для себя что-то новенького узнали. Спасибо вам большое и на связи. Надеюсь, все, опять увидимся через неделю. Всем счастливо и спасибо.